Уважаемые коллеги, добрый вечер. Я хочу представить те тезисы, которые поданы на наше заседание, на онкологический форум и отражают фундаментальные аспекты развития онкоиммунологии. Итак, тезисы, которые были поданы, мы подразделили на три основные группы. На группы тех вопросов, которые нам очень интересны, на проблемы, которые мы решаем совместными нашими усилиями. Итак, опухоль, которую мы изучаем, иммунный ответ, который мы изучаем, направлен на эту опухоль. И главная особенность, которая отличает раковые клетки от нормальных, здоровых клеток организма, является возможность распространяться по всему организму посредством двух взаимосвязанных механизмов. А именно инвазии и метастазирования. Какие же работы поступили по этому направлению? Итак, мы видим, Данила Ивановна Борисовна с группой со товарищей представила сравнительный анализ инвазивного потенциала и экспрессии иммуноспрессивных факторов, культивированных клетками меланомы кожи. Какая же новизна в этом исследовании? В исследовании показано, что биологически агрессивный фенотип клеток меланомы связан с продукцией нейрофилина, CCR4, TGF-бета, фактора роста тромбоцитов, которые рассматриваются как возможные мишени для терапии метастазической меланомы. Это интересное направление. И биологически агрессивный фенотип клеток меланомы является сейчас на острие исследований и понимания, как можно получить, вызвать противоопухоли иммунный ответ, направленный на агрессивный фенотип клеток меланомы. То есть эта работа, несомненно, является актуальной, своевременной и отражает вот такую новизну. Шувалов со товарищами представил работу «Убиквитин Легант МДМ2» способствует восприимчивости к интерферону альфа-клеточных моделей рака человека различного генеза. Это коллектив авторов из Института цитологии нашего института. И новизна этого исследования – это экспрессия «Убиквин Легазы МДМ2» основного негативного регулятора онкосупрессора P53, а также нутлина – ингибитор МДМ2-P53 взаимодействия. То есть они изучали воздействие на восприимчивость клеточных линий карциномы молочной железы, то есть МДА-МБ231 – это базальный подтип мутаций в гене P53, и МСФС-7 – люминальный подтип P53 дикого типа. А также карциномы лёгкого, где наблюдается дилеция в гене P53, карциномы поджелудочной железы и чувствительность их к интерферону альфа. И эта чувствительность может рассматриваться в качестве потенциальной разработки терапии солидных опухолей. Несомненно, это новизна, несомненно, это важный выход в будущем в клинику и требует фундаментальных исследованиях на экспериментальных моделях. Янкович и коллеги представили тезисы, которые отражают эотоксин и его рецепторы при раке желудка с коневой зенофилией. Это Сибирский государственный медицинский университет. Новизной этого исследования является выявленная авторами относительно сильная связь между экспрессией эотоксина-1 и наличием опухолиасцированной тканевой зенофилии при раке желудка. Гиперэкспрессия ССР-3 на мембране стромальных клеток рака желудка обнаружена у 72% пациентов с эозенофилией, в противоположность пациентам без зенофилии. Важные направления, важные результаты, которые требуют дальнейшего исследования и понимание внедрения этого исследования как факторов-предикторов в клинические исследования. Работа представлена авторами, которые возглавила Суворова. Здесь мы видим Киселеву и Екатерину Прохоровну. Изучение механизма противоопухолеводействия штамма стрептококус пиогенус мутантного по м-белку. Это Институт экспериментальной медицины Санкт-Петербурга. Новизной этого исследования является генетическая модификация штамма стрептококус пиогенус, связанная с удалением одного из основных факторов вирулентности, а именно м-белка. Она сделала данный штамм перспективным кандидатом для дальнейшего изучения и последующего использования качества онкологического средства. Мутантный штамм не только обладает более выраженным прямым цитоксическим действием в отношении опухолевых клеток, но и способен активировать продукцию активной формы кислорода в макрофагах. Интересным является изучение динамики системных и локальных изменений в органах иммунной системы при опухолевом росте, а именно это захват и процессинг опухолевого антигена, это презентация антигена клеткам иммунной системы, дифференцировка и пролиферация опухолеспецифических цитотоксических лимфоцитов, распознавание опухолевого антигена цитотоксическими лимфоцитами и техиалферами первого типа, взаимодействие и лизис опухолевой мишени. Какие же работы представлены в этом направлении? Зелинский и соавторы, снова же Киселёва Екатерина Прохоровна, динамика изменения содержания железа в крови и органах иммунной системы при росте гепатомы-22А у мышей. Набезной этой работы стало то, что авторы показали, что рост гепатомы-22А сопровождается снижением уровня содержания гемоглобина и железа в сыворотке крови, начиная уже с третьей недели по сравнению с контрольным уровнем. При этом изменения содержания железа в тимусе и селезёнке носят, по-видимому, относительный характер и связаны с изменением массы этих органов. Вопрос о содержании железа непосредственно в клетках иммунной системы остаётся открытым и требует дальнейшего изучения. Крайне важный интерес к этой проблеме, так как он касается и наших пациентов, и анемии, которая развивается при опухолем росте, и попытки восстановить гемопоэс, восстановить содержание и железа, и гемоглобина на этапах комплексного лечения наших пациентов. Никипелова и соавторы представили работу «Локальные иммунологические аспекты рака толстой кишки». Это Ростовский научно-исследовательский онкологический институт. Вы прослушали уже этот доклад, и новизной является метастатический потенциал при раке толстой кишки отмечен значительно более высоким уровнем опухоли-инфильтрирующих натуральных киллеров. Перитуморальная зона характеризовалась сниженным количеством цитоксических Т-лимфоцитов с гамма-дельта-Т-клеточным рецептором и повышенным содержанием Б-лимфоцитов. Вне зависимости от поражённого отдела толстой кишки в ткани опухоли отмечается высокий уровень ВИДЖФ-1 и 2. При этом только в ткани опухоли толстой кишки найдено повышение ТГФ-бета-1 относительно интактной ткани. Это тоже важное исследование. И при метастатическом раке толстой кишки наблюдалась аналогичная картина в ткани опухоли, но уровень ВИДЖФ-1 был в 29 раз выше по сравнению с интактной тканью и, соответственно, был повышен индекс соотношения этих цитокинов. Разработка противоопухолевых ДНК-вакцин и клонов лимфоцитов с геномодифицированным деклеточным рецептором является актуальным направлением в разработке новых методов иммунотерапии. Понимание, как формируется противоопухолевый иммунный ответ и активация этого иммунного ответа ДНК-вакцинами и адаптивный иммуноперенос лимфоцитов с геномодифицированным деклеточным рецептором является важным направлением в развитии онкоиммунологии. То есть мы видим с вами формирование раннего иммунного ответа, активация Т-лимфоцитов, активация Т-лимфоцитов в периферических органах иммунной системы, появление коэкспрессии, коингибирующих сигналов, чекпоинтов, эффекторная фаза, миграция лимфоцитов в кровотоке и запуск противоопухолевого иммунного ответа, индукция противоопухолевого иммунного ответа, разрушение опухоли и формирование толерантности, энергии к разрушению опухоли, когда опухоль уклоняется от иммунного ответа в связи с появлением коингибирующих сигналов на клетках иммунной системы. И на наш форум представлена работа в этом направлении Стигинцева с авторами «Экспериментальная модель ДНК-вакцинации против нейробластомы на основе тирозин-гидроксилазы». Это Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии, иммунологии, Минский район, деревня Боровьяны, Беларусь. Но из-за этого исследования является то, что авторы показали эффективность противоопухолевой ДНК-вакцины с полиэтиленаминами, которые замедляют рост опухоли или отсутствие роста опухоли. Зафиксирована индукция Си-Г8 цитотоксических Т-лимфоцитов опосредованного клеточного и уменьшен степень гуморального иммунитета по наличию специфических противоопухолевых антител. Луцкович с авторами также из этого же учреждения представили работу о получении персональной идиотипической ДНК-вакцины против лимфом. Новестное исследование является то, что авторы предложили метод ПЦР-амплификации и клонирования идиотипа из транскриптома опухолевых клеток для производства ДНК-вакцин, которые используются в клинических уже испытаниях. Получены базовые плазмиды для сборки вакцин на основе вектора PING, содержащие генокостимуляторы человеческого химокина НИП-3А или ген белка капсидовируса Х картофеля ПВХС. Установлены идиотипы у 15 пациентов с нехоченской лимфомой. Для 10 из них уже собран линейный идиотип ССФИ и клонирован вектор для его экспрессии. Для 8 пациентов уже приготовлен препарат плазмидной ДНК-вакцины и одна доза вакцины содержит 300 мг плазмиды в стерильном фосфатно-солевом буфере. Такие они представили результаты. Боженко с авторами представили работу под названием «Исследование противоопухолевых свойств геномодифицированных лимфоцитов, экспрессирующих Т-клеточные рецепторы тропных онкоантигенам». Это российский научный центр рентгенорадиологии Москва. Новизной исследованием явилось то, что генетически модифицированные Т-лимфоциты, полученные авторами, экспрессируют мономолекулярные химерные Т-клеточные рецепторы, специфичные онкоантигенам, и они обладают выраженным противоопухолевым свойством в отношении клеток, несущих ракоэмбриональный антиген и онкоантиген СЕ-125. В экспериментах уже инвиво на лабораторных животных показано, что при многократном внутривенном и внутрибрюшном введении сингенных лимфоцитов, трансфицированных плазмидой, наблюдается уменьшение опухоли и увеличение продолжительности жизни животных более чем на 50%. Очень интересное исследование, которое заслуживает вот такого нашего внимания. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ